Владимир Васильевич Измайлов Май 1773 года, Москва, 4 апреля 1830 года Там же русский писатель, журналист, цензор из рода Измайловых В своих произведениях застрел карамзинский сентиментализм до степени, которая оскорбляла вкус самого Карамзина Биография Сын полковника Василия Измайлова, внук генерал-майора И.П. Измайлова Правнук думного дьяка автонома Иванова, племянник известной Салтычехи Приходился свойственником В.Пушкину Родился в Москве и получил хорошее домашнее образование Служил в Лейбгвардии Семеновском полку Вышел в отставку премьер-майором В 1799 году продал имение Доставшееся в наследство на вырученные деньги купил библиотеку и совершил путешествие по Южной России В 1805 году открыл в своем имении пансион для мальчиков За что впоследствии был награжден орденом С.В. Владимира IV степени В 1824 году Н.М. Карамзина и Дмитриев выхлопотали ему пенсию за литературные труды С 1827 года занимал должность цензора в Московском цензурном комитете Похоронен в Москве на Меусском кладбище О семье Измайлова мало сведений Дочь Измайлова после его смерти передала архив писателя И.И.Дмитриеву Дальнейшая его судьба не выяснена Творчество в приятном и полезном припровождении времени Его учителя В.С.Потшивалова появилась одна из первых повестей Измайлова Ростовское озеро 1795 Затем в этом журнале, а также в Карамзинских Аонидах и Вестники Европы Публиковались и другие его сочинения Путешествие в полуденную Россию Написанное под влиянием Карамзина В жанре сентиментального путешествия Самое крупное известное произведение Измайлова В 1805 году, переиздавая книгу Измайлов Под влиянием критики или же из других соображений Значительно переработал текст Исключил отдельные эпизоды идиллического характера Внес стилистические поправки Литературная репутация Измайлова была достаточно высокой Особенно среди московских литераторов-сентименталистов И.И.Дмитриев высоко ценил его Вел с ним переписку в годы после своей отставки Путешествие в полуденную Россию Выдержало два издания Отрывки из него перепечатывались в хрестоматиях 1810-1820 годов После смерти Измайлова в московских и петербургских газетах Появилось несколько некрологов разных авторов Известно, что он писал мемуары и историю просвещения в Европе Но эти, по-видимому, незавершенные сочинения не сохранились Произведения Измайлова становились объектом пародии Со стороны противников-карамзинистов Участников беседы любителей русского слова Даже сам Карамзин отмечал производность прозы Измайлова От своих сочинений Парнаском адрес-календаре Измайлов был шутливо рекомендован Как действительно явный голоман Чувствительный писатель первого класса Заведовая департаментом истерик Свой авторитет Измайлов приобрел во многом За счет переводческой и журнальной деятельности Им были переведены Картина Европы ЛФ Сигюра Письма о ботанике Ж.Ж. Руссо Прозаические и стихотворные произведения Шатабриана Жан-Лис Флориана Как журналист он выступал три раза В 1804 году стал издателем Патриота Журнала воспитания В 1814-1815 годах Редактировал Вестник Европы И Российский музеум Которых впервые появились в печати Стихи А.С. Пушкина А.Дельвига Наконец В 1827 году он выпустил Альманах Литературный музеум Готовил его продолжение На следующий год А также вел переговоры По изданию нового журнала Современник Но недопустимость Совмещения позиций Издателя С должностью цензора Материальные и организационные Трудности не дали Воплотить эти проекты В жизнь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин